Доброе утро, мир! Немного о погоде в Испании. Погода у нас сегодня не испанская. Как и предполагались в иноптике, дождь. Весь день лежит дождь. На улице всего лишь 16 градусов. Лютое испанская зима и ветер не тядует. Так что у меня по записи есть люди. Чарли оставлю дома. Хороший хозяин. В плохую погоду собаку из дома не выгонить. Не выгонить. В общем, я хороший хозяин. А чуть похер он вам завывает. Так что я одеваюсь, пойду завтракать. Не отправляюсь на рабочие будни. Да, Чарли? А ты будешь дома? Дождик идет, дождик. Тебе нельзя, и дети поклажут. Тебе нельзя, ты будешь дома сидеть. Да, моя рыба. Погода. Как вкусно пахнет. Ой, зонт забыла. Бреть, ну ладно, без зонта. Мне, в принципе, тут недалеко. На работе тоже недалеко. Маруся. Зато сумки несу. В машине оставить. Чарли, естественно, с собой не возьму. Такую погоду-то. Зачем ему на улице-то не надо? Ну, а уже после обеда обещают, солнце выйдет. Так что пускай дождик идет. Так хозяевам ресторанов и баров не будет обидно, что они не перешли в первую фазу, в первый этап, где можно открывать бары, рестораны. Все равно никто не пойдет в такую погоду. Погода, плохая погода. Я уже отработала. Ну, по записи, кто был дождик, не перестает. Кстати, у меня вот там вот моя лицензия висит. Я ее сфоткала на всякие пожарные. Вот, чтобы, если остановит полиция, чтобы просто показать фото. А еще мне пришла смс-ка, что мне сегодня придет посылка. Я уже мужа предупредила, чтобы он сидел и ждал мою посылку. Что придет, я не знаю, что это такое. Может быть, в общем, поживем, увидим, что я вам все рассказывать то буду. Сейчас, так как у нас дождик, пойду я съезжу в этот Балькампу. Мне сегодня на тренировку нужно купить пару бутылочек с водой, полтора литровых. Так пахнет вкусно. Кто-то зажег камин. Вот, пару бутылок надо скупить, чтобы заниматься. Бодипам. Бодипам это вот силовый. Потому что после обеда уже не передают дождь. И я не пофигу. Дождь, дной. Я все равно полезу на крышу и буду заниматься. Вот, и фруктики кое-какие хотела купить. А то у меня, кроме мушмалы, ничего нет. И голубики. Голубика. Надо бы еще купить. Она в Лиддале сейчас дешевая. Полкило три евро. Это дешевая. В общем, хватит балабонить. Какая-то женщина стоит, разговаривает по телефону. Зонт у меня есть. Рабочий зонт. Семейная пара приходила. Женщина у меня была. Они тоже. Они с Англии. В Лондоне. Лондон, Париж. А здесь они, у них второй дом. Но основную часть своей жизни, они на пенсии, пенсионеры, проводят здесь. Ну, они, у них в Лондоне внуки, дети. Они туда часто ездят. Ну, вот сейчас они говорят, мы никуда не сможем поехать, потому что нельзя. И вот она такая, ну, я, естественно, вот так вот сижу на работе, да. Я там пришла, раскладывать начала там. Мою я всегда перед уходом, поэтому мне мыть ничего не надо было. И она такая, вот так стоит там, а я тут. И она такая мне, у тебя есть маска? Маска есть? Я говорю, да, конечно. Не переживайте. Вот. И, ну, надела маску. Она увидела мою маску и говорит, ах, что ты такую купила? Она в самодельной, я говорю, в Девон, в любой аптеке. У нас, кстати, нет проблем с масками. У нас в любой аптеке, иди, купи хоть какую. И она такая, удобная? Я говорю, удобная. Хорошо, говорит по-испански. Что удивительно, потому что англичане, почти никто не говорит по-испански. Они почему-то думают, что все должны говорить по-английски. А муж у нее, он тоже англичанин, но, видимо, бабушка, дедушка или даже мама с папой, у него были китайцы, потому что у него внешность китайца. Тоже говорит хорошо по-испански. И вот он мне всегда рассказывает. А ему 70 с лишним лет. А выглядит он, друзья, на 35, наверное, даже меньше. Вот что значит гены, а, у китайцев? Вообще ни одной этой нету, ни одной морщины, ничего. Зато жена его, да, выглядит на свой возраст. Англичанка такая, знаете, вот она типичная англичанка, которая не красится, там, волос не укладывает. Я начала ей что-то там наподобие укладки делать. Она говорит, не, Оксан, не надо, не укладывай, не укладывай. Я все равно сейчас пойду в душ купаться. Странные, да? Ну, такие вот они. И вот она, вот прям вот разница такая. Когда он мне сказал, когда он первый раз ко мне пришел, он ко мне уже много лет ходил. И он мне сначала сказал, что он с Лондона. Я так удивилась. Ну, мы китайцы истинные. Потом, когда мне сказал свой возраст, я говорю, а здесь что, типа, на это? В командировку он. Нет, говорит, я на пенсии. Я такая, че? Говорю, а сколько вам лет? Он, ой, уже 70 с лишним. Я, давай, ни бига себе. Вот вы, говорите, маски хераски какие-то на морду лица накладывать. Гены это наше все. Так что да, ладно, что-то я не о том заболталась. Пойду зонтик возьму. Или не надо. Не, не буду брать. Машина недалеко, поэтому нафига мне нужно. Не люблю с зонтами ходить. Когда тут 5 минут? Даже меньше. Все-таки решила зон взять. У нас тут, смотрите, какие ручьи. Оттуда текут. Бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничья. Бежит ручей, течет ручей. И я ничья, и ты ничья. Думаю, ну зонт есть. Почему я его не возьму? Конечно же возьму. Буду вот так ходить. Вообще я очень люблю под дождем ходить. Мне кайфово. Классно. Когда вот такой дождь без ветра. Одно удовольствие. Некоторые не любят дождь. Все там у нас внизу. Так как мы на горе, то дома вот так построены. Ниже, ниже, ниже. А это у нас радио. Радио Салабриня. Там, смотрите, какой вид. Там уже море. Сейчас вам море поближе покажу. Море, море. Най, 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 най. Смотрите, вот тут дома выстроены. Прямо вот так вот на скалах, на камнях. Выстроены. Радио Салабриня. Кстати, в Алькампо много вот таких штучек за евро. Ну, штучек еды за евро. Разные-разные, как вот раньше был. Такие вот предложения. Например, вот оливки за евро. Что там еще? Яйца, молоко за евро. Всего-до-всего. Как видите, одежда все еще у нас закрыта. Хотя в пол-Испании она уже открыта. На 30%. Но в магазин пускает и так 30%. Поэтому разные салфетки. Так, а я что? Фрукты, фрукты. Мне нужны фрукты. Вот эти вот всякие. Тележка у меня одна. Однополая. На одну сторону. Полотенца все закрыты, видите. Тарелки. В общем, да. Я пойду за фруктом. Смотрите, что появилось в Алькампу. Черешенка. Полкило. 3 евро. Даже дешевле, чем в фруктовом магазине. Так что вот так. Я беру, естественно. Естественно, как же. Ой, какая им уж мала. Шикардосная. 3 евро в серу килограмм. Но она у меня, кстати, есть. Конечно, персики уже отслужили свое. Нектарины, походу, тоже. Я там кое-что взяла. Дома вам покажу. В продолжение о моде на маске. Вот у всех там, ну, большинство висят. Вот вонючки разные, да. Вот такие вот штуки. Ну, а еще у людей вешают туда вот такую штучку. Тоже вариант. Круто и красиво. Классно же. Я, кстати, тоже, девчонка-то, модная. Вы не думайте, что это там какой-то хры-мухры. Пожалуйста. У меня все точно так же. Сейчас свет включу. Тоже модная девчонка. Одна. Там вот вторая. Куча перчаток. Так что следуем моде. Накупила много вкусняшек. Сейчас вам все покажу. Я уже тут начала госту разбирать. Ты моя рыба. Ты же играешь с мячиком, да? Ты с мячиком играешь, на. И пошкакала. Ой, ноги свернешь. На улице 14 градусов. В трынгец капец, представляете? Зима, холода, одинокие дома, моря, города. Все как будто изо льда. Но скоро весна. Снег растает. Снег растает. И тогда... И тогда дальше не помню. В принципе, ничего нового. Кстати, на обед у меня сегодня, знаете, что будет? Доедаловка. Это такое новое блюдо. Достаете все, что осталось из холодильника. И доедаете. У меня там и шашлык, машлык. И овощи в духовке. И запеканка, мипеканка. В общем, всего-то всего. Лопай не хочу. Что, ну что, пустой? Пустой. Не совсем пустой. Ну, почти пустой. Вроде ничего не купила. А тридцатник отвалила. В общем, все как всегда. Буду говорить вам с ценами. Как так, как в прошлый раз. Купила себе вот такой йогурт. И муж у меня сожрал один. И говорит, такой вкусный был. Ну, конечно. Йогурты он не любит. Там с кусочками, там еще с чем-то. А вот тут вот такая вот карамель. И он ее сожрал. В общем, это я к чему? Я ему купила вот такой. Я знаю, что ему нравится и корица, и яблоко запеченное. Вот такой йогурт. Ему купила. Говорю, это твой. Лопай не хочу. Они у нас по евро стоят. Две штучки. Вот по евро. Так, вот это купила. Никогда не пробовала. Панаколата какая-то. Панакота. Не знаю, что это такое. Ну, выглядит аппетитно. Тоже попробовала взять. Это стоит уже подороже. Евро 69. Но тут и побольше. В общем, да. Это у нас десерты такие после еды. Привычка такая дурная. Что-то сладенького хочется. Вот. Не знаю, как везде. Но я в России такой. Я вообще, знаете, в России у меня не было никакого режима. Я когда хотела, тогда и ела. Даже не так. Когда было время, тогда и ела. А здесь вот так мы едим как-то по расписанию, скажем. И вот после хочется всегда десерта. Моя рыба водичку пьет. Так. Едем дальше. Яйца взяла. Потому что хочу... Яйца у нас евро 44. Даже на одну копейку дешевле почему-то стали. Хочу сделать чизкейк. Такой испанский рецепт. Почему испанский? Потому что видела только вот на испанских просторах Ютуба и Инстаграма. Вот хочу сделать яйца. Оба 44 я вам сказала. Ага. Вот такой сырок взяла. Сыр с... Плавленый сыр с... С лососем. Евро всего стоило. Не знаю, сколько стоило там. Ну, вот написано, что это оферта, скидка. Еврик. Сколько что-то грамм-то, интересно. Ну, грамм сто, наверное, не больше. Еврик, еврик. Так, взяла вареники с творогом и с этой грушей. Хотела сметану к ним взять. А что-то сегодня людей на сметану понесло. И все, сметаны не оказалось. Была там сметана кислая. Но она для вареников не пойдет. Ну, не то, что не пойдет. У меня йогурт греческий, в общем, буду. На десерт у меня будет сегодня. Не вот эти вот всякие там йогурты. Это на завтрак, на послезавтрак годятся. А вот такие вареньки. Ну, вареньки-то равиоли, да. И итальянские типа равиоли. А вот рана, рана, рана. А почему рана? Рана. Кстати, по-испански рана это лягушка. Э-э-э. Не, бей, это другое. Уа-а-а. Почему-то лягушка. Ромская лягушка какая-то. Римская ромская. Рома по-испански Рим. В общем, да. Они, кстати, дороговатые. 3,19 стоят. Здесь 250 грамм. Но должны быть вкусные. Так, едем дальше. Взяла фенхель, корень фенхеля. Очень мне понравилось. Как-то делала однажды. В общем, как буду делать, вам расскажу. Завтра там или послезавтра, когда я буду делать, непонятно. Но вот взяла фенхель, корень. Он у нас стоит евро 79. Здесь 300 грамм полкило. Здесь 300 грамм полкило. Дурочка какая. Спаржу взяла. Она была с предложением за евро 0,9. Вот это вот я хочу вот так вот вместе сделать. Спаржу. Спаржу с вот этой вот. Именно. Инох. Потом взяла из 2 апельсина. Мы делили апельсин. Евро 55 они у нас. Два авокадо, которые вытянули на 2,13. 4,69 килограмм. И три лимона. Лимон у нас вышли. Евро 21. Евро 49 килограмм. Это вот. А, нет. Это у меня еще взяла. Так, лимон. Кесу фреску. Это вот творог вот взяла. Это тоже хочу. Мне кажется, что в рецепт нужен творог. Поэтому взяла. Он у нас евро 38. Так. Вот этот вот плавленый сыр. Тоже в чизкейк, который пойдет. Он у нас стоит евро 0,8. Ну, естественно, 2 воды. Здесь полтора литра, по-моему, да. Это у меня будет такая вот гиря. Сегодня вот так буду заниматься. Вот так, вот так, вот так, вот так буду заниматься. Вот. Негде купить эти гантели. Да они, в принципе, мне и не нужны. Зачем? Потом все равно не буду ничего делать. Вода, кстати, минеральная. Со вкусом яблока. Очень вкусная. Обожаю вот такую воду. Она даже сладенькая. Я обычную воду вообще не люблю пить. Прям не люблю. От слова не люблю. А вот это классная вода. Вот. Но и не калорийные. В общем, буду заниматься. Две штуки взяла. Она по 75 копеек у нас стоит. Прям помню. Вот, да. 75 мель. Экумель. А что такое экумель? А, вот. Это вот кофейный напиток я пью. Здесь месклассериалис. Это смесь злаковых. Смесь злаковых. И цикорий. Здесь 17% цикорий. И остальная смесь злаковых. С медом. В общем, холея реалии. Это вот это вот, что полезное там у этих пчелок есть. Вот это вот. Кроме меда. Вот там тоже есть. Нормально. Вкусно. С молоком. Она у нас стоит 2,69. А что еще? А черешня где? Черешня была еще. В общем, черешня, как вы помните, стоит 3 евро полкило. И клубника. Вот это евро 49. Это очень тоже вкусная клубника. Написано даже Эльфрисон Мас Дульси. Самая вкусная клубника. Ну все. Вот такие вот покупочки. Сейчас пойду разогревать себе все, что есть. Ну себе и не себе. Всем. Всем, кто хочет и не хочет. У меня даже вчера осталась вот так вот. Моцарелка с помидорчиками. Ну типа будет салат такой каприз. Каприз. Вот такой вот каприз. У меня будет каприз. И где-то тарелка была совсем на свете. Где же ты? Где? Солнце. Ну где-то здесь. Сейчас поищу. У нас выглянуло солнышко. Блещет на лугу. И сразу повысилась температура. А мне пришла одежда Сачин Дэма. Спортивная. Правда на улице похолодало. И надеть я это не смогу. В общем вот. Шортики. И маечка. Сейчас с вами посмотрим. Маечка. Ой, это что-то такая короткая. Что-то я думала, что она подлиннее будет. А она прям что-то совсем короткая. Ну ладно. Сейчас померяю. И вот такие шорты. Надо все это померить. В общем сейчас я вам покажу, как на мне сидят эти шорты и майка. Мне вообще очень понравилось. И цвет и все. Цвет такой оранжевый. Классный. Размер М. Я знала, что я в Ачин Дэм ношу М. Потому что у меня есть леггинсы уже из Ачин Дэма и тоже М. Поэтому я с размерами знала, что угадаю. И качество мне нравится. Качество спортивной одежды из Ачин Дэм. Думала майка будет короткая. Ну нет, наоборот хорошо. Она так продувает, задувает. Смотрите, сюда вот задувается ветерок. И так как шорты они высокие, то есть все нормально. Мне кажется, все-таки немного просвечивается. А может быть нет. Но не знаю. Вот как-то так. Мне понравилось. Тут вот такая сетка есть, которая будет задувать, продувать. В общем да. Классненько, да? Мне нравится. Сейчас буду заниматься бодипамом. И удобно. И не жарко. Наконец-то я дождалась. Две с половиной недели шла посылка. Вот. Написано, что быстро сохнущая. Влага распределяется равномерно по шортикам. Так что нормально. Майка стоила где-то 13 евро. Шорты 17. В общем, мне все вместе вышло 30-ник. Погода налаживается. На завтра не передают дождь. А вот на послезавтра, да, опять передают. Небольшой дождь. Так что посмотрим. Все рассматриваю. Видите, здесь дырочки. В общем, такие интересные. Гладенькие такие. Пошла я за водой. За бутылкой воды. Типа мои гири будут. Гири-то нету. Так, стул мне нужно отсюда поставить. Но я гулять пойду не так. Не в шортах. Потому что, как бы, не знаю, прохладно что ли, наверное, да? Или нет? Ну, не знаю. Как-то вроде как новый. Я, кстати, это все постирала. И все уже высохло. В руках так быстренько. Щик-щик-щик. 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 Хаппи-буби. Хаппи-буби. Сегодня пойду в поля. Я так думаю. А там фиг его знает. Может быть, поменяю свое решение. Так, сколько у нас времени? Еще целых 10 минут у меня есть. Ну, надо же. Целых 10 минут. Чтобы сходить за бутылками. И все себе. Может быть, там еще что-то надо. Когда он включится, наш тренер. И он нам скажет уже, что, почем и как. Что, почем и как. А пока вот так вот у меня тренажерный зал. Немного сыра было нам. Надо воду, что ли, включить. Помыть или как-то. Вроде бы дождем все помыто. Тоже что-то ногтями задело. Маруся. Маруся, Растова-Тарикалина, чернявая. Девчина, сад. У меня другая есть. Еще майка такая спортивная. Тоже с коротким, безрукавка. И она тоже подходит под эти леггинсы, шортики. Потому что она такая вот. Там есть ромбики. Не ромбики, красные, оранжевые. В общем, прикольно так. Классненько. Я занимаюсь, кстати, с тренером, который у нас в спортзале был. То есть все те упражнения, которые я делаю, я сделала на протяжении полугода в своем спортзале. То есть для меня это ничего не нового. Единственное, что там вес, конечно, был больше. На приседании я накручивала 10 килограмм. Ну и другие там 5. Вот так вот. Здесь полтора литровые бутылки. Поэтому для меня это ничего не нового. Даже тренер тот же самый. Вот так. По инстаграму мы занимаемся. На стульчике, видите? Так что это для меня ничего нового. Все по старинке. Только дома. Я закончила заниматься. Увидела там далеко в море. Я думала, это крусеру, а это грузовой там корабль. Я бы приблизила, естественно. Но все всплывается. Потому что вроде бы как круизы, круизы. Нельзя же, нету, закрыты. В общем, хорошо так позанималась. Следующий вторник еще будем заниматься. А сейчас я пойду гулять с Чарли. У нас 8 часов. Что-то уже никто особо так не хлопает, знаете. Там где-то вдалеке слышно, но тут уже никто не особо. Все, нахлопались. Всем надоело. Говорят, у нас в Сиреневаде снег выпал. Сейчас там не видно, потому что тучи. Да и на небе тучи. Ну, в Фейсбуке написано, что выпал снег. Представляете? Вообще в май снег. Намыла себе ужин вот такой вкусненький. Это маленькая плошечка. Уже сходила в душ. Сейчас пойду монтировать, друзья. Вот. На улице похолодало. Зима, холода, одинокие дома. Мне там все муску прислали. Ты кто? Вот. Так что на завтра дождь не передают, а вот но послезавтра, да. Но это ничего страшного. У природы нет плохой погоды. Всякая погода, благодать. Всего самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok